Слава Богу, наконец-то! С начала закладки храма с частью святой княгини Елизаветы их молитвы не прекращались. Молились в комнате-часовне поселкового Дома культуры, пока Углегорск не превратился в объект государственного стратегического значения. Так, по промыслу Божьему, космодром Восточный подставил надежное плечо единственному храму поселка Углегорск, который вскоре примет иное имя в честь знаменитого ученого Константина Циолковского. Сегодня в храме освящен престол. Звучат молитвопения. Возьмите врата князя ваших, и возьмите все врата вечные, и гниди царь славы. Возьмите врата князя ваших, и возьмите все врата вечные, и гниди царь славы. Последние годы со всей России стали пребывать в Углегорск подрядные организации спецстроя России. Появились неравнодушны к заброшенному объекту сердца. Первыми ценаты, главным из которых стал директор компании «Росвоенстрой» Грачи Мисакович Погасян. Средства на храм жертвовали и сотрудники спецстроя, и Роскосмоса. Строить храмы на таких объектах им уже приходилось. Дорогие братья и сестры, с особым чувством радости, настоящих ожиданий великого свершения в области космонавтики на нашей Углской земле, мы осветили этот храм и совершили первую божественную литургию после освящения, и молились только об одном, чтобы великий Бог, в руках которого космос, мир видимый и невидимый, не оставлял человека. Поэтому не больно сегодня за этим освящением и богослужением переживание счастья, обычного человеческого счастья, что мы принадлежим не просто к вере в своих отцов и дедов, мы смогли ее воскресить и можем сегодня ее преподносить, опять-таки с одной единственной целью, чтобы люди жили лучше и добрее, чтобы сегодня вдохновение, вера совершала чудеса и подвиги. Только с этой целью мы строим храм, и мы говорим о том Боге, который является дворцом, который является мудрым Богом, настолько мудро устроившим тот мир, в котором мы живем, и подарившим нам самое дорогое, что отличает нас от всего животного мира, это те таланты духа, разума, сердца, те призвания, которые каждый может в своей жизни воспроизвести и тем самым немножечко быть похожим на своего великого Творца, который в своей власти держит всю Вселенную. За усердные труды во благо Церкви и Отечества, за помощь в строительстве храма иконы Казанской Божьей Матери Пресвященнише Лукиан наградил медалью Албазинской Божьей Матери Второй степени и благодарственными письмами всех подвижников богоугодного дела. В торжественный день в духовную летопись Преамурия вписалось и это событие – освящение каменного креста на территории храма. Выполнен он из карельского гранита и установлен в честь святого князя Владимира, крестителя Руси, чья мозаичная икуна изготовлена в первой российской мозаичной мастерской, основанной самим Ломоносовым. Победы православным христианам на сопротивные дару я и твоя заграняя крестом твоим жительством. Такого креста у нас во всей области нет. Он будет украшать ваш городок. Он будет напоминать о удивительной истории, тысячелетия крещения Руси и будет напоминать нам о хорошем человеке, который сделал, смог сделать такой дорогой подарок. Врачам Исааковичу многое лето. Многое лето, многое лето, многое, многое лето. И все это создано во славу Божию для людей, для спасения души. Мы столько лет ждали его. Спасибо строителям, как приехали. Стройка у нас началась, и наше строительство храма сдвинулось. Наконец, и где, куда людям сходить. Службы заказать. Креститься и наводить. Вообще хорошо. Это хорошо, когда правде есть. Дальше мы ездили в Свободный, в Ожаевку. Это далеко, и не всегда можешь вырваться, съездить. Сейчас все на месте. Те же, кто вложил в возведенный храм часть души, испытывают сегодня особые переживания. Удался храм. Очень. Очень. И эхо есть такое. Капустика хорошая. Капустика, да. Сам по себе вот так вот. Мы что-нибудь доделаем, мы будем завершать это дело. Очень приятно, конечно. Вот находишь и смотришь на результаты своего труда. Обычно приходишь на работу, сделаешь что-то и ушел. Это обыденное такое явление. Запривыкаешься, так и должно быть. А тут вот. Над космодромом Восточный распростерт амафор его покровительницы, Казанской Божьей Матери, которая, как говорится в молитве к ней, источает нам неоскудно милости, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...